Всем привет, с вами Саня, и добро пожаловать на кальянный канал Найсмок. И сегодня мы с вами вернёмся, эдак, на лет пять назад. К такой теме, как забить крепко лёгкий табак. Конечно, сейчас это уже не очень актуально, потому что на рынке производителей дохрена и больше там тихо-чь. И табак, и чай, и основы, и, блядь, роза, чего только нет. И кукурузные волокна, и всё такое. Но, тем не менее, мне захотелось даже, наверное, больше для себя поэкспериментировать с этой темой. Ну как поэкспериментировать? Посмотреть, что сейчас из этого выйдет, и сравнить вообще, стоит ли в наше время вообще эту всю тему делать. Итак, сегодня я буду забивать лёгкий табачок, такой, как зома. Этот такой, ну, можно сказать, с аналога а-ля альфач, далее щербет и так далее. То, что, в общем, было популярно как раз лет пять назад. И, наверное, этой темой я снимался как раз в последний раз лет пять назад. Сейчас вам, наверное, попозже всё расскажу. В общем, что мы будем делать? Конечно, будем забивать на прямоточки. Кстати, давайте даже возьмём не АПГшечку, а возьмём вот такую вот тему. Это что-то типа полутурки, полуубивашки. Салфетки тут, но вы не подумайте, это не для каких-то рукоблудий, скажем так. Какая-то грязь. Короче, что мы будем делать? Во-первых, выбор чаши. Давайте начнём. Почему я взял эту чашечку? На фанале ни в коем случае не надо забивать, если вы хотите что-то подобное повторить. Почему? Потому что на фанале всё курится легче за счёт того, что воздух там скапливается между вулканом и между стенок, и напрямую не проходит через нашу смесь. Следовательно, не получится та крепкость, которая нам нужна. Почему я взял что-то типа похожего на убивашку? Потому что здесь плоское дно, и нижний слой нашей записки прогреется быстрее, чем на той же турке. Потому что в турке у нас идёт яма, углубление, и она будет прогреваться чуть дольше. Поэтому чашку возьму такую. Так, ну собак я сказал, почему такой выборал. Ну, в целом он где-то по крепкости, ну, на двоечку, на троечку, наверное, с натяжкой. И сейчас мы будем делать, попытаемся из-за этого делать что-то покрепче. Так вот, почему я занимался такой фигнёй 5 лет назад? Потому что что-то я где-то увидел, что-то у кого-то посмотрел, думаю, блин, это не просто типа забив, как-то взял табак, типа, и закинул в чашку. Чё-то, 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 блядь, шамань с табаком, думаю, прикольно. Честно говоря, я не помню, чем закончился этот покор. Ну, не потому что меня убил, а просто это было потому что давно. Во-первых, чё мы делаем? Выкладываем на нашу доску, блядь, почему я вообще забиваю на маленькой разделочной доске производитель какой-нибудь доски специальной кальяны? Ну, уж пришлись чё-нибудь в подарок. Ну, чё это, какая-то доска из-за шана за 30 рублей. Вот удобно брать куда-нибудь с собой, но вот дома. Так, во-первых, мы режем наш табак. Так, делаем мы его очень-очень мелким. Для чего? Для того, чтобы между листьями табака было у нас пространство. А в этом самом пространстве у нас будет гулять наш жар, следовательно. Жар будет больше обволакивать единицу табака, скажем так. И он будет отдавать больше вкуса, будет отдавать больше крепости, то, что нам, собственно говоря, и нужно. В общем, либо ножиком, так, чик-чик-чик-чик-чик. Либо ножницами чуть-чуть шаманим. Всё, это у нас готово. А дальше мы берём наши салфетки и выжимаем в них табак. Избавляясь от лишней патоки, от сиропа, от глицерина и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, убрать, так скажем, защитный слой. Ведь то, что мы испаряем, то, что есть дым, это на самом деле испаряется глицерин и ароматизаторы в первую очередь. И они же служат, так сказать, таким барьером защиты табака. А следовательно, если мы всё это дело отожмём, если избавимся от лишней влаги, у нас будет раскрываться в первую очередь непосредственно сам табачный лист. А именно в нём содержится никотин. Ну, конечно же, если здесь нету каких-нибудь синтезированных, там, блядь, солевых никотиновых добавок, ну, в общем, вы поняли. Но в таких табаках он обычно и не делается. Ещё говорю вам, чтобы вы не повторяли это с какими-нибудь там чайными смесями и так далее. Потому что в чае у нас всё-таки никотина нет, а он именно содержится в глицерине, в общем, в добавках. Короче, с чаем такой... Такой фокус не прокатит. Бля, я ж тут салфетку что-то порвал, как жал. В общем, думаю, отсюда понятно, да, для чего я всё это делаю. Ну, слушай, у нас табак, в принципе, уже довольно-таки сух. Ну, ладно, давайте ещё тоже последнюю используем. На мусорю, блядь, тут как-то свинья последняя. Ну, ладно. Чё не делаешь ради ролика. Ну, смотрите, вон, в принципе, всё ещё остаётся. Так, ладно, всё, это у нас готово. Прям, конечно, выглядит это немного не лицеприятно, скажем так. Распушаем максимально табак. Я уже говорил, для чего это делается. Чтобы было больше жара ходило между листами нашего табака. И чтобы он как можно больше отдавал своего никотинчика. И всё. Теперь делаем. Ну да, надо было чуть побольше, как я думал. Хотя, не, ладно, нормально. Тут, в принципе, забивка небольшая. На мае всё будет нормально. Даже лишака останется. Давайте, я просто касается бить не хочу. Это вот у меня будет лишнее. Берём... Спина затекла на компике сидеть. Берём шило. Разравниваем. Весь наш табак. Но ни в коем случае не прижимайте, ребят. Чем плотнее забивка, тем будет хуже. В данной ситуации делаем колодец. Но колодец как минимум для того, чтобы наш табак и так, скорее всего, словит перегрев. Хотя нам и нужен, кстати, перегрев. Но чтобы просто была чуть более лучшая тяга, я к этому привык. Так, сейчас, ребят, помою... Давайте ручки чуть приберусь и вернусь к вам. Идём дальше. На чём забивать? На колауди или на фольге? Сейчас я предпочту фольгу. Почему? Не потому что у неё другая вкусопередача, а потому что на ней всё равно курится покрепче. И можно отверстиями регулировать подачу жара. Ведь на колауди у нас, как видите, только по диаметру у нас идут такие отверстия, через которые мы засасываем горячий воздух. Ну, на фольге у нас самая стандартная забивка. Сложили хорошечно четыре слоя. Берём нашу чашку и делаем, стараемся делать более-менее хороший барабан, чтобы всё было в натяг. В общем, ладно. Видели мы чуть лучше, видели мы чуть хуже. Сейчас уж тут над красотой не будут заморачиваться. Чё делаем дальше? Берём зубочистку, иголку, шило, не знаю что у вас, и делаем отверстие. Во-первых, возле стеночек. Самое важное. И дальше идём примерно как-то... Ладно, давайте ещё добавим. В серединке обычно я не делаю отверстия для того, чтобы через колодец, через наш, не проходил напрямую углекислый газ от углей. А это будет вредно. Давай даже ещё тут чуть добавим, чтобы жар хорошо подавался. То есть, ну, примерно как-то будет выглядеть забивочка наша вот так. Ну чё, сейчас, дожидаясь угольков, соберу кальян и посмотрим, чё к чему. Ну чё, ребят, давайте взрывать. Мне уже кальянцает по колпаку минут, наверное, 10. Как я и говорил, мне нужен был перегрев для того, чтобы табачный лист отдал свой никотин. Если сейчас будет обрезанная затяжка, или вместо моего лица что-то будет ещё, сейчас типа закон на ютубе, то, что нельзя показывать курение. Ммм, хуета. Чё это? Мистер его в Бали. На вкус как мята. Очень много мяты с... С абрикосом, что ли, или что-то похоже. Может... Нет, не персик. Может, типа слива, абрикос, что-то в этом роде. Не помню просто описание вкуса. Да и здесь его тоже нет. Я ещё завтракал только сегодня. Часа 4 назад, сейчас расснесёт. Ну ладно, нам тут важен был не вкус, а важна была крепкость кальяна. Определённо стал покрепче. Стал не такой, естественно, насыщенный вкус, потому что мы патоку отжали как могли. Естественно, меньше дыма, потому что меньше испарения. Идёт глицерин, блять, паток. Почему сиропаток? В общем, сироп, вы поняли. Ну, если раньше это было на двоечку, сейчас это где-то на троечку с половиной. А есть... Ну, не то, что удар такой по горлу, но во рту остаётся такое першение, как после крепких кальянов. А расстановка углей, как обычно, ставится на стеночке. И, по ходу курения, просто переворачиваем, чуть-чуть перемещаем. Можно выжать по десятибальной шкале. Конечно, всё субъективно. Один-два балла крепкости. Тут специально взял, ну, лёгкий табак, чтобы показать. Тут светлый лист, Вирджиния. Ну да, наверное, Вирджиния тут используется. Скорее всего, нигде это не написано. Сам по себе, это же не крепкий табачный лист, в отличие от Бёрли, от тёмного листа. Там уже можно ничего не выжимать, и так будет крепко. Чё сказать, стоит ли над всем этим заморачиваться? Ну, если у вас небольшой бюджет, и вы покупаете такие бюджетные табачки, и именно вам хочется табак, то можно, в принципе, над этим пошаманить, если вам не лень. А так, как по мне, лучше, если вы хотите действительно крепкий кальян, то покупайте доху, фрегат, ими миксуйте, либо просто в миксе с каким-нибудь крепким табаком. Типа танжа, или элемент у крепкой линейки. Можешь просто замиксовать и не париться. Ну, накуривает. Накуривает. Ничего не скажу. Так сказать, смысл в этом небольшой есть. Чё ещё сказать? Почему я забил в особо не в касание? Наверное, это было рассказать в процессе забывки, но просто забыл, скажу сейчас. А когда вы делаете в касание, в горячее касание, то у вас идёт, как бы сказать, экстренное выбрасывание вкуса, никотин, потому что много жара, он сразу его отдаёт. А здесь я просто подожрал с отступом. Во-первых, между фольгой и табаком ещё образуется дополнительная, скажем так, воздушная подушечка, которая, конечно, прикрывает куше, чем халат, но там есть воздух, который нам нужен, который гонится через отверстие. Ну и чтобы это более всё равномерно, плавно прогрелось. Ну, в общем, такую вот фишечку вам показал, как можно забить табак покрепче. Надеюсь, вам было полезно. А вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Возможно, какие-то у вас есть специфичные варианты забивок на лёгкого табака, как сделать его покрепче. А с вами был Саня, кальянный канал Найтсмок. Всем вам дымных и вкусных кальянов. Всем пока!